И снова всем привет! С вами канал Android Software. Компания Akko уже довольно давно создает клавиатуры. У нее на сайте представлено более 60 различных моделей. Бренд основан в 2016 году и специализируется на производстве игровых периферийных устройств. Механические клавиатуры Akko произведены из высококачественного полимерного пластика. Их конструкция отличается высокой надежностью и стойкостью к физическим воздействиям. Переключатели клавиатуры выдерживают более 50 миллионов нажатий и могут быть с легкостью заменены. Сегодня у меня на обзоре будет беспроводная клавиатура Akko 5075B Plus Dracula Castle с емким аккумулятором на 3000 мАч. Клавиатура оснащена кейкапами или по-другому колпачками клавиш из PPD пластика, хот-свап системой, RGB подсветкой, 2,4 ГГц и Bluetooth модулям для беспроводного соединения и свечами или по-русски переключателями Akko V3 Cream Blue. Заказал я данную клавиатуру на сайте Алиэкспресс в официальном магазине Akko. Ссылку на магазин я оставлю под этим видео. Также для сравнения я заказал еще один комплект переключателя Akko V3 Cream Yellow. Поставляются они также в фирменных коробках. И к ним мы вернемся чуть позже. Поставляется клавиатура в качественной картонной коробке. На лицевой стороне изображена сама клавиатура. А также указан бренд и модель. А на одной из боковых граней присутствует контактная информация. Есть тут и защитная голограмма. Компания-производитель защищает свой товар от подделок и это не может не радовать. Также указан какой вид переключателя установлен. В моем случае это Akko V3 Cream Blue. Внутри коробки находится сама клавиатура, упакованная в пакет. К ней мы вернемся немного позже. Также тут есть еще одна коробочка. Давайте посмотрим на ее содержимое. Тут есть набор из двух пулеров. Или по другому съемников. Один пулер для снятия кейкапов, а второй пулер для снятия свечей. Оба съемника выполнены довольно качественно. Следующее что мы видим это кабель для подключения клавиатуры к ПК. Кабель черный, имеет качественную оплетку. С одной стороны стандартный USB-A коннектор. А на другом конце находится Type-C коннектор. И еще тут есть набор с дополнительными колпачками клавиш. Темно-бордового цвета, выполненные в стиле Дракула Кастл. Чуть позже мы их установим на клавиатуру и посмотрим, как это будет смотреться. Последнее что тут есть, это иллюстрированная инструкция. На китайском и английском языках. Из нее мы можем узнать все сочетания FN клавиши. Теперь давайте более детально рассмотрим саму клавиатуру. Клавиатура завернута в пакет из поролона. Давайте достанем ее. Также она оснащена пластиковой крышкой, которой можно воспользоваться и накрыть клавиатуру, если вы ей не пользуетесь долгое время. И таким образом защитить от пыли. Акко 5075B Plus Dracula Castle это портативная 75% механическая клавиатура с RGB подсветкой и возможностью горячей замены переключателей. Размеры клавиатуры очень компактные и составляют всего 335 на 146 и на 42 мм. Поэтому она легко поместится в рюкзак или сумку. Вес клавиатуры составляет примерно 880 грамм. Акко 575B Plus оснащена 82 клавишами, с совмещенными функциональными клавишами с F1 по F12. Также здесь оставили стрелки управления. Блок стрелок смещен немного влево для компактности. Между основным блоком букв и символов находятся три светодиода. Caps Lock, режим работы и Lock Win. Еще тут есть полноценное и вполне приличное на вид механическое колесо прокрутки, изготовленное из металла. Оно нажимается и имеет два режима работы. В первом регулируется яркость подсветки, а во втором варианте при нажатии на колесо оно управляет громкостью звука. Раскладка здесь только с латинскими символами. Это может многих отпугнуть, но на Алиэкспрессе есть куча смейных кейкапов с дополнительными кириллическими символами. И при необходимости вы сможете их докупить. Также в России есть официальный дистрибьютор. У них присутствуют клавиатуры с парными наборами букв, английско-русскими. Кроме того, из-за того, что переключатель через совместимое, можно поставить практически любые колпачки. Гаджет может работать в проводном и беспроводном режимах и умеет подключаться к трем устройствам одновременно. Корпус клавиатуры сделан из матового качественно шероховатого пластика. На тыльной стороне по центру приклеена бирка с информацией о клавиатуре. Еще тут присутствует переключатель, который отвечает за включение-выключение питания от батареи, переводя клавиатуру в беспроводной режим и переключение между macOS и Windows, а также включение проводного режима. Также в небольшом углублении находится беспроводной радиоприемник на 2,4 ГГц для подключения к ПК. Еще тут расположились 4 прорезиненные ножки, 2 снизу и 2 сверху. Также есть и 2 выдвижные ножки. У ножек 2 уровня наклона. В общем, тут 2 ножки в каждой, каждая с противоскользящей ставкой, которые можно откинув увеличить угол наклона. Итого получается 3 положения наклона, а именно в 5 градусов, 7,5 градусов и 11 градусов соответственно. Клавиатура благодаря этим ножкам не скользит ни по столу, ни по коврику. На передней части находится порт Type-C для проводного режима или подзарядки встроенного аккумулятора. Также по бокам расположена RGB подсветка, выполненная в виде полос. В этой клавиатуре для обеспечения соединения присутствует Bluetooth версии 5.0 и 2.4 ГГц радиомодуль, благодаря которому ваша клавиатура проживет без подзарядки дольше. Это, несомненно, очень удобно для тех, кто часто берет клавиатуру с собой или просто сидит далеко от устройства. Клавиатура может присоединяться к трем устройствам одновременно, что очень удобно, когда вы работаете, например, за ноутбуком и компьютером по очереди. Вам не нужно тратить время на переключение клавиатуры между ними. При помощи сочетания кнопок Fn и кнопок E, R, T вы можете менять устройство. ACCO 5075B Plus имеет самую большую емкость аккумулятора среди 75% механических клавиатур на рынке, которая составляет целых 3000 мАч. Клавиатура оснащена фирменными тактильными переключателями ACCO V3 Cream Blue. Также при желании есть вариант и со свечами ACCO V3 Cream Yellow. Для сравнения я купил их отдельно. Это прекрасные свечи с хорошей пружиной, приятным звуком и ощущением гладкости при нажатии. В клавиатуре используется технология Hot Swap. Данная технология позволяет менять механические переключатели без разбора клавиатуры и без применения паяльника или паяльных станций. Вы просто снимаете кейкап, а потом специальным пулером достаете переключатель. В отверстие подножки свеча устанавливаются специальные переходники, что позволяет быстро заменить свеч без особых усилий. Это чрезвычайно удобно, если вы хотите иметь возможность часто менять переключатели в своей клавиатуре. ACCO Dracula Castle стоят довольно неплохие стабилизаторы. Они не издают ни звона, ни других посторонних звуков. Стабилизаторы держат пробел и другие. Длинные клавиши хорошо. Ничего не шатается и не скрипит. Переключатели и стабилизаторы клавиатуры ACCO 575B Plus смазаны в стоке. Звук просто шикарный. Эффекта песка, шуршание пластика при нажатии клавиши не обнаружено. Кейкапы удаляют шум, отчего во время печати слышен приятный звук и ничего лишнего. Колпачки для клавиш изготовлены из PBT пластика. И если быть более точным, из полибутилена терифталата. Толщина стенок составляет около 1,5 мм. Данный материал более жесткий и тяжелый, в отличие от других материалов, использованных в производстве кейкапов. Поверхность клавиши из PBT традиционно обладает легкой шершавостью. Кейкапы, или по-другому колпачки, выполнены в фирменном профиле ACA. Ультрафиолетовый загар их не пугает. Но еще круче то, что в отличие от ABS, они практически не стираются. Колпачки PBT состоят из двух слоев пластика. С нестирающимися надписями. Которые выполнены из другого слоя пластика. Отличного от пластика кейкапа. Они обладают приятной текстурой и хорошо просвечивают подсветку. Отлиты качественно и без заусенцев. А сейчас давайте послушаем, как звучит клавиатура на переключателях ACA V3 Cream Blue. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...